Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня я бы хотела рассказать вам о растениях, о декоративных кустарниках и многолетниках, которые помогают быстро и красиво оформить наш сад и при этом не стоят каких-то космических денег. Растения, с которых, как правило, начинает каждый начинающий цветовод, каждый человек, который пытается озеленить большое пространство, и эти растения оправдывают свою репутацию. Несмотря на то, что стоят они не так много, они достаточно эффектные, они практически не поражаются болезнями и вредителями, и вы можете их легко размножить самостоятельно. Как правило, каждый, кто впервые приобретает земельный участок, сталкивается с тем, что участок большой, но хочется создать уют и красоту как можно быстрее на нем. Естественно, до момента, когда наши декоративные растения, деревья, кустарники приобретут какой-то эффектный вид, на первый план выходят многолетние травянистые растения, которые будут создавать яркость и красочность на участке. И среди них я бы хотела отметить такие очень простые, на самом деле, многолетники, которые наверняка все видели, наверняка все с ними сталкивались. Но от этого они не теряют своей красоты и своей замечательности, я бы так сказала. Первое растение – это вербейник точечный. Это корневичный многолетник, который достаточно быстро расползается на участке, с желтыми яркими цветками, которые украшает наш сад в начале и середине лета. Чем он хорош? Он не болеет, он не поражается вредителями, размножается легко и быстро. Хорошо растет как в полузацененных, так и на хорошо освещенных солнечных местах. Единственное, что, конечно, на очень сухих песчаных почвах этот многолетник выглядит не самым лучшим образом. В этом случае вам на помощь может прийти такой, тоже достаточно часто встречающийся многолетник, который не так давно у нас появился, но уже завоевал популярность. Это физостегия виргинская. У этого растения, у видового растения розовые цветки, собранные в такие колоссовидные соцветия. У сорта с белыми цветками он более популярный, он очень хорошо и эффектно смотрится. И, в принципе, физостегию вы можете вырастить из семян. Но чаще всего ее приобретают у бабушек на рынке, у соседки. И это растение тоже вас не подведет. Этот многолетник достаточно быстро размножается, при этом он не является сильно агрессивным. То есть вы всегда легко удалите излишние корневища, которые у вас появились на участке. Хорошо растет как на освещенных, так и полутенистых местах. Но, конечно, в сильно затененных местах он не покажет своей красоты. Но, в принципе, при освоении нового земельного участка у вас не так много тенистых мест. Есть еще несколько многолетников, которые, как правило, мы покупаем не рассадой, не готовыми корневищами. А мы их покупаем и заводим в своем саду из семян. И это сделать действительно очень легко. Это такие растения, как эхиноцея пурпурная. Конечно, сейчас все гоняются за современными сортами эхиноцея. Но должна вам отметить, что обычная видовая эхиноцея пурпурная выглядит не менее эффектно. Это растение очень стойкое. Оно не валяется ни дождем, ни ветром. Цветет достаточно продолжительно. И семян вы можете вырастить, как обычную видовую эхиноцею, с розовыми цветками. И такими темно-пурпурно-красными шишками посередине соцветия. И очень часто предлагаются сорта, либо формы с белыми язычковыми лепестками. Которые тоже выглядят очень интересно и хорошо. Это растение не очень долговечное на одном месте, но всегда дает большое количество семян. И при необходимости вы можете раз в два-три года просто сеять новые семена и высаживать эхиноцею. Это растение просто прекрасное. Еще один многолетний, который мы легко получим в своем саду из пачки семян, это шалфей дубравный. Это растение не так давно стало популярным у садоводов, но появление новых сортов, оно просто вот его двинуло вперед. Это растение очень популярно в Англии. И многие сорта шалфея дубравного стали популярными именно после выставок в Челси. Чем хорош этот многолетний? Он отличается средней высотой, и большинство сортов имеют ярко-синие, либо фиолетово-синие цветки. Этот цвет всегда выигрышно смотрится в саду. Растение это хорошо сочетается как с розами, так и с эхиноцеей. Оно очень эффектно дополняет. И еще одна особенность шалфея дубравного. Он цветет очень долгое время. То есть у него первое цветение в начале лета, затем после обрезки отсвевшихся цветий мы можем получить вторичное цветение во второй половине лета, в начале осени. Растение это действительно заслуживает появления на участке, и я рекомендую попробовать вам вырастить его. Ну и еще один многолетник, который тоже достаточно легко и просто вырастить из семян, это многоколосник морщинистый. Это еще одно растение семейства губоцветное, как и шалфей. Это растение, чем хорошо? У него есть пестрокрашенный сорт с золотистыми листьями, golden jubilee, золотой юбилей. Растение очень интересное и хорошо смотрится именно на хорошо освещенных солнечных участках. Листья у него золотисто-желтые, и при этом во второй половине лета у него появляются такие плотные колоссовидные соцветия темно-синего цвета. Кроме того, это растение имеет ярко выраженные лекарственные свойства. Его можно использовать как пряное ароматическое растение, можно использовать его для заваривания чаев. При простуде это растение очень хорошо помогает. Но даже обычный многоколосник морщинистый, не сортовой, он тоже очень хорошо выглядит. У него есть отобранные сорта, отобранные формы, у которых соцветия более длинные. Это растение дает красивый синий цвет, которого нашим садам часто не хватает. Также я бы хотела обратить ваше внимание на кустарники, которые стоят на самом деле не очень много, но они отлично себя чувствуют. И они доступны в любом садовом центре. Некоторые из них вы можете даже размножить, не обращаясь в садовый центр, получить за три копейки, считая, растение. Это такие растения, как барбарис тунберга. Это невысокое растение, не превышает высоты метр, отличается большим разнообразием сортов, устойчивостью к заболеваниям. У него практически нет никаких вредителей. Конечно, более популярны сорта барбариса тунберга с пестрыми листьями, с золотистыми, с красными листьями, с оранжевыми листьями есть. Но обычный видовой барбарис тунберга выглядит не менее эффектно. Его можно использовать как для изгородей, как для групповых посадок. Это растение очень хорошо смотрится в саду. Осенью это растение приобретает красивую, ярко-пурпурную окраску листьев, но при этом выглядит хорошо растение весь сезон. Даже в зимнее время плоды, которые на нем появляются, они тоже придают декоративности этому растению. Барбарис тунберга легко размножить самостоятельно, либо зелеными черенками, которые заготавливаются в конце отрастания побегов, приблизительно в начале июня месяца. Они легко достаточно укореняются при использовании небольшого пленовичного укрытия, либо при посеве семян. При этом часть семян, если вы собираете их с растений с красной окраской листьев, либо с золотистой окраской листьев, они достаточно хорошо сохраняют вот эту нетипичную окраску. Если в вашем саду выращиваются только краснолистные или только золотистые растения. Если выращиваются и зеленые растения, то процент зеленолистных сеянцев будет очень высоким. Селенцы Барбариса тунберга приобретают декоративность уже на второй-третий год после посева. То есть осенью вы посеяли семена, и на третий год у вас уже хороший красивый кустик, который вы можете посадить на постоянное место. Еще один декоративно-лиственный кустарник, который стоит недорого, но придаст эффектности вашему саду, это дерен белый. Видовой дерен белый большую декоративность придает саду в зимнее время. У него такие ярко-красные молодые побеги, малиновые, которые особенно эффектно смотрятся в конце зимы, в начале весны, пока они не покрыты листьями. В остальное же время он покрыт обычными такими достаточно светлыми листьями, которые к осени приобретают пурпурно-красные оттенки. Но я рекомендую обратить внимание на пестролистные формы его, которые очень легко размножаются черенкованием. Вы можете приобрести один кустарник и спустя 2-3 года получить большое количество новых кустиков, которые помогут вам быстро озеленить свой участок. Есть сорта с золотистыми листьями, это лютеа. Есть сорта с белокаймленными листьями, это такой сорт как аргентео вариегата, элегантисимо. Это сорт шпета, но у него не серебристая каемочка, а светло-золотистая, которая потом белеет. Вот все эти сорта вы легко можете размножить. Черенки дерна белого заготавливаются в конце зимы, в начале весны. Нарезаются они из молодой однолетней части побегов, которые не разветвлены. Нарезаются черенки длиною 10-15 см, так, чтобы на черенке было 2-3 пары почек. Нижний срез делается косой, верхний на сантиметр выше верхней почки. Прямой, и как только у вас почва готова к тому, чтобы воткнуть эти черенки, вы их высаживаете в землю, заглубляя их практически до самого конца, оставляете на поверхности только верхнюю почку. И, как правило, к концу лета эти черенки укореняются. И вы можете уже через год пересаживать их на постоянное место. Также размножается такой кустарник, как форзиция. Это растение не так давно появилось в озеленении, но оно же завоевало заслуженную популярность. Яркое цветение золотистых цветов в ранние и весенние сроки украшает и сады, и парки. И сейчас имеется большое количество сортов, которые отличаются высотою и оттенком желтого. Вы можете подобрать тот сорт, который вам покажется более декоративным, приобрести одно растение и также легко размножить его. Чем еще хороша форзиция? Это тем, что даже при жесткой формирующей обрезке, при стрижке, это растение будет цвести. Оно цветет на однолетних побегах, в отличие от большинства цветущих кустарников. Еще один кустарник, который стоит немного, но заслуживает широкого использования, это спирея японская. Чем она хороша? Это невысокий кустарник, который можно использовать как в групповых посадках, как в бордюрах. Как правило, его высота не превышает высоты 70-80 сантиметров. Он хорош тем, что цветет очень долгое время. Спирея японская зацветает в июне месяце, и продолжительность ее цветения с небольшими перерывами в жаркое засушливое время может быть до 4 месяцев. То есть цветение может закончиться к концу сентября. Постоянно появляются новые соцветия на боковых каких-то отрастающих побегах. Видовая спирея японская отличается розово-сиреневыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Есть сорта, которые отличаются белыми цветками. Есть сорта с двуцветными соцветиями, у которых часть соцветия имеют белые цветки, часть розовые. И есть сорта, которые отличаются декоративной окраской листьев. Есть золотистые сорта. Из них наиболее популярный сорт – это Golden Princess, который отличается маленьким ростом и золотистой листвой. И есть сорта, которые отличаются карликовым ростом. Из них наиболее известный – это Little Princess с зелеными листьями, высоту не превышающей 40 сантиметров. Все сорта и формы спирея японской легко размножаются зелеными черенками, которые заготавливаются в июне месяце, либо делением куста. Это тоже достаточно эффективный способ для размножения этого растения. И, наверное, последнее растение, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, это растение, которое не так часто встречается в садовых центрах, но его очень часто приобретают на рынке, либо его дают в подарок вам ваши знакомые. Растение это получило популярность достаточно давно. Его недооценивают на самом деле. То есть это растение шикарное просто. Оно очень эффектно цветет. Стерильная форма гортензии древовидной отличается очень крупными шаровидными соцветиями, которые выглядят шикарно просто с момента появления в конце июля месяца до глубокой осени. Даже в зимнее время они сохраняют декоративность. Это растение легко размножается, как одревесневшими черенками, но чаще его размножают просто делением куста. То есть, как правило, его просто рассаживают куст, и он прекрасно приживается. На второй год он уже дает пышные шапки соцветий. Растение это можно использовать как для изгородей свободно растущих, так и как отдельно растущее растение, как солитер. Можно использовать его для групп. Рекомендую. Это растение практически не поражается никакими вредителями, не болеет и смотрится просто шикарно. По сути, основу сада нужно создавать именно из таких стойких и здоровых растений. Надеюсь, что мой рассказ был вам полезен, и вы создадите свой прекрасный новый сад с нашим каналом. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова